Уважаемые друзья, здравствуйте! На основе многолетних исследований рекомендуем вам на маленьком кулачке на вашем огороде выращивать различные пряноароматические или эфиромасличные растения, такие как котовник, белисса, мята перечная, мята мексиканская, укроп, фентель, тимин, валерьяна, сельдерей и так далее, и так далее. Их очень много, чабер в том числе, тимян. Поверьте мне на слово, ни в одной санатории вам такую ароматерапию не предложат. Одной из таких ароматических культур является мелисса лекарственная. Род мелисса включает пять видов. Наиболее распространенной среди них является мелисса лекарственная. Она также известна под названием мята лимонная, медовка, маточник. Родиной этой культуры являются страны Средиземноморья. Но в наших условиях, в условиях средней полосы России, во всей территории России прекрасно растет, зимует довольно неприхотливая культура при соблюдении определенных агротехнических требований. Итак, мелисса лекарственная – это многолетнее растение, формирует вот такой низкорослый кустарник. В зависимости от агротехники высота растения может быть от 30-40 см до 90-100 см. Мелису лекарственную можно размножать прямым посевом семян в грунт, также рассадным способом. Кроме того, его размножать также делением растений и корневищами. Можно размножать также отводками, пригибая один из стеблей к земле и таким образом укореняв их, можем получить молодые растения. При выращивании рассадным способом семена обычно высевают в конце марта, в начале апреля, чтобы к моменту высадки иметь рассаду возрастом 30-40 суток. В принципе, в связи с тем, что растения многолетние и можно их высаживать и более поздние сроки, тогда, естественно, можно сроки посева отодвигать на более поздний срок. Но в этом случае, если мы выращиваем посевом семян в грунт, так и в более позднем сроке посевения, растения первый год свести не будут. Но они будут формировать очень густой полукустарник, получится как почвопокровная культура. Мелисы лекарственные в одном месте могут расти до 10 лет, поэтому их рекомендуется высаживать на огороде, обычно на обочине, чтобы не мешать другим растениям. Семена у мелисы лекарственных довольно мелкие, поэтому их обычно сеют на глубины 0,5 до 1 см. Оптимальная температура для прорастания семян мелисы лекарственных 20-25 градусов. В этом случае семена у нас прорастают через 10-14 суток. При посеве семян в грунт, естественно, напрямую, семена могут прорастать и 3-4 недели. Поэтому до появления всходов участок может быть покрыт сорняками, в этом случае требуется, естественно, удаление сорняков, рыхление и так далее. Поэтому обычно рекомендуется выращивать мелису лекарственную рассадным способом. При выращивании рассадным способом обычно возраст рассады 30-40 суток и высаживают их по схеме. Между рядами оставляем 70 см, между растением 30-40 см. Но необходимо учитывать, что со временем растения очень сильно разрастаются, поэтому если вы высаживаете на постоянное место, необходимо учитывать этот момент и увеличить пространство между растениями. Или другой вариант, естественно, можете сажать более загущенной, но через год их обязательно надо будет выкапывать, увеличить расстояние между растениями и в то же время можете увеличить площадь своей плантации и получить таким образом больше урожая. Мелис и лекарственные любят тепло и свет, поэтому при размещении их необходимо разместить именно в самое солнечное место. В принципе, также растет и в полутени, но в этом случае резко снижается урожайность и в то же время снижается количество биологически активных компонентов. Культура довольно засухоустойчивая, но в то же время необходимо иметь в виду, что при нехватке влаги растения формируют меньшее количество вот этих стеблей, ветвей и листья становятся мелкими. Поэтому, особенно за сушливый период требуется 3-4 полива. Переборщить с поливом тоже нельзя, так как формируется вот такой густой фон и излишек влаги вызывает заболевания, особенно в нижней части растения, нижние листья заболевают различными грибными заболеваниями. При размножении делением куста это лучше делать на растениях возрастом 3-4 года и ранней весной. Каждое растение можно делить на 3-4 части, самое главное, чтобы на них были корни и 4-5 почек. И таким образом можем увеличить нашу плантацию кратно. Культура довольно неприхотливая, не требует особенного ухода. Самое главное, когда растения молодые, своевременная прополка, рыхление и полив, естественно. После того, как растения выросли и покрыли всю поверхность площади, естественно сорняки забиваются, полив особенно не требуется. И поэтому, повторюсь, растение довольно неприхотливое и дает очень хорошую зеленую массу. Уважаемые друзья, мы также заметили, что мелиса прекрасно подходит для выращивания в горшках. И причем это делать можно в течение всего года. И весной, и летом, и осенью, и зимой на вашем подоконнике будут расти прекрасные растения ароматные. И можете использовать как для заваривания чая, так и для приготовления различных вкусных салатов. Также можно провести несколько сборов. Просто берем, используем уже вот эти ветви, которые подходят. Уже здесь формируются, вот они, более молодые ветви. И буквально полив, подкормив их, мы получим в течение 10 дней очень красивое, ароматное зеленое растение. В принципе, даже выращивание в горшках довольно неприхотливая культура. Единственное, требуется горшок объемом около 3-4 литра вполне достаточно. Кстати, со временем можно вот эти растения разделить тоже на 3-4 части и, пересадив на другие горшки, получать более молодые растения. Добавление дерновой земли, перлит, дренаж. В течение вегетации проводим, естественно, регулярный полив, так как корни находятся в ограниченном пространстве. Подкормки после каждой стрижки и можем использовать практически круглый год. Вот мы можем видеть, это растение выращено рассадой и высажено весной. И уже растение формировало вот такую огромную розетку с многочисленными ветвями. Там их может быть штук 30-40 и высотой вот они около 30-35 сантиметров. Вот в это время можно уже убрать урожай полностью. При этом мы срезаем веточки на уровне 10-11 сантиметров от уровня почвы. Вот это одно растение, которое при высадке рассадой вот дает такой великолепный урожай. Не представляете, какой сейчас аромат просто стоит тут, такой лимонный, насыщенный лимонный аромат. Как мы уже заметили, если мы размещаем растение мелиса более тенистое место, не очень хорошим грунтом, листья очень сильно мельчают, растения вытягиваются, так как не хватает цвета. Но тем не менее, хотя и аромат уменьшается, все-таки сохраняет такой лимонный аромат. Как уже заметили, уборку урожая проводим при появлении вот таких цветочных бутонов, не доведя до полного цветения. Итак, уважаемые друзья, выращивая у себя на огороде различные виды пряных растений, эфиромасличных растений, вы можете обеспечить себя не только вкусными листьями, ветвями, цветками в течение всего года, используя в свежем виде, заготавливая на зиму, используя их в различных консервациях. Кроме того, можете у себя на огороде создать такой уголок, где можно провести ароматерапию. Около 6 часов утра, если вы находитесь между этими растениями, просто поверьте на слово, настолько насыщенный аромат, аж настроение повышается. Мы вам дальше будем рассказывать и о других пряно-ароматических растениях, об их особенностях выращивания и способах применения. Для этого не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие фильмы. И ароматных садов вам, уважаемые друзья! Субтитры сделал DimaTorzok